Всем привет! Решила снова с вами поделиться полезностями, которые помогут вашим волосам всегда выглядеть безупречно, без лишних усилий. В комментариях обязательно пишите, какая проблема волос вас больше всего беспокоит. В общем, с тебя лайк, погнали! Съемку этого ролика я начала с утра, поэтому без кофе не обойтись. Что ж, пора приводить волосы в порядок. Сейчас покажу, как их преобразить даже той маской, от которой очень слабый эффект. Наверняка хоть раз вам такая попадалась. На самом деле, ее действие на волосы можно легко усилить. Для удобства необходимое количество маски мы переместим в отдельную емкость и прямо сюда добавим немного глицерина. Все это перемешиваем. Глицерин даст нам дополнительное увлажнение. И, как обычно, эту маску распределяем по волосам. Наносим полностью на всю длину. Я обычно закрываю маску сверху шапочкой, а иногда еще и нагреваю для более лучшего эффекта. За счет глицерина эффект от маски станет гораздо лучше. Волосы мягкие и блестящие. Так что, прежде чем избавляться от неэффективной маски, попробуйте вот этот маленький трюк. А еще очень эффективный лайфхак, который поможет сделать ваши волосы более рекламными. Просто после маски нанесите еще на волосы дополнительно кондиционер, ну или бальзам для волос. И результат будет более видимым за счет того, что бальзам окончательно как бы пригладит все чешуйки и закрепит визуальный эффект от маски. Очень часто нам девушкам не хватает прикорневого объема. Покажу вам, ну, очень быстрый способ, как ему можно легко и просто сделать, когда совсем нет времени. Расческой с мелкими зубчиками приподнимаем волосы вот так вот волной. И потом это место сушим феном. После этого расчесываем волосы, как нам нужно. Распределяем их. Теперь сравните две части. Видно, что справа корни более приподнятые. Так что вот такой эффект получился. Чтобы волосы были одинаковые, мы остатки тоже просушим феном этим же методом. Ну и, конечно же, пройдемся по левой части, чтобы объем был одинаковый. И, наконец-таки, вам покажу результат. Думаю, разница теперь очень хорошо заметна. А если вы вообще не пользуетесь феном, то ловите вот такой интересный способ для объема. Вернее, я просто вам его напомню. Для начала, в серединке мы отделяем пряди по краям и завязываем все в хвостик, чтобы не мешали нам. Ну и в конце они нам пригодятся. А вот уже на оставшихся волосах желательно повыше заплетаем несколько маленьких косичек. Но, естественно, плетем их не до конца, только в самом начале у корней. Количество косичек зависит от того, какой объем вы хотите. Ну, в общем-то, я почти уже закончила. И когда мы их расплетем, а сверху накроем еще и теми волосами, которые у нас остались сверху в резинке, получается классный объем, который продержится, кстати, очень долгое время. Так что, девчонки, берите на заметку. Мне кажется, это намного лучше, чем делать начес. А сейчас будем делать никогда из моды не выходящий высокий хвост на голове. Вернее, я покажу способ, как сделать так, чтобы он был высоким. Супер высоким. Вначале заплетаем хвост, как обычно, зачесываем волосы вверх, ну и завязываем резинкой. Потом берем еще одну резинку, отступаем от первой, чтобы между ними было пустое пространство. Также заматываем наши волосы. Вот таким образом это должно выглядеть. Из хвоста отщипываем небольшую прядочку и обматываем вокруг. Скрываем, так скажем, наши резинки. Такой хвост будет держаться очень долго, а самое главное, что он получается невероятно высоким за счет двух резинок. Многие голливудские звезды пользуются именно таким трюком. Поделюсь своим секретиком, как сделать аккуратный хвост или пучок без петухов. И главное, с объемом на макушке. Отделяем расческой две передние прядки и завязываем их на время резинкой, чтобы не мешали. Из основных волос делаем высокий хвостик. Убираем теперь резинку с передней части и перегидываем все назад. Аккуратно забираем и снова завязываем резинкой. Смотрите, благодаря тому, что волос у нас сверху немного, мы их аккуратно вытаскиваем и создается легкий объем без петухов. В то же время хвост остается высоким и не сползает вниз, как обычно это бывает. К сожалению, не всем волосам подходят расчески с пластиковыми зубчиками. Часто они, наоборот, очень сильно запутываются в волосах и дерут их. У меня волосы, если честно, с ними не дружат. Но если у вас только такая расческа, то вот как ее сделать более нежной. Смотрите, когда мы ее держим горизонтально, то видим, что зубчики расположены в шахматном порядке. А если держать расческу в вертикальном положении, то видим прямые ряды зубчиков без смещения. Если мы будем расчесывать волосы, держа расческу в таком положении, то есть вертикально, то волосы намного меньше будут цепляться, так как им станет намного проще проходить через эти зубчики. Попробуйте, возможно, вам подойдет такой вариант. А если нет, то лучше, конечно же, сменить расческу. Сейчас я покажу мега удобный способ, при помощи которого можно убрать челку. Делаем ровный пробор. Захватываем трядь спереди и завязываем резиночкой. С другой стороны тоже самое. Получаются два вот таких хвостика. Далее прядь перекрещиваем и в таком положении завязываем резинкой. Теперь с другой стороны делаем то же самое. Таким образом ничего нам не мешает и смотрится все очень даже объемно, не зализано. Так что если вам надоела челка, то вот, пожалуйста, вариант. Чтобы убрать волосы назад, не обязательно использовать обруч, который обычно, кстати, давит на голову и возникают неприятные ощущения. Сейчас из платка мы сделаем отличную альтернативу. Первым делом нам нужно наш платок свернуть в тоненькую полоску. Хорошенько все прогладим. Я это делаю утюжком для волос. Он отлично разглаживает мелкие какие-то детали и повязки для волос, воротники на рубашках. Теперь нам понадобится обычная резинка для волос. Пропустим через нее мы каждый краешек. И завязываем по узелку с каждой стороны. А чтобы концы не торчали, можно завязать еще разок. Лишним не будет. Получилась у нас вот такая повязка, которая отлично будет держаться на голове и не создаст неприятные ощущения. По сути тоже обруч, но только мягкий. Мне так даже больше нравится. Жгутики на волосах сейчас мега актуальная вещь. И в этом ролике я покажу, как их можно сделать, чтобы ничего не расплеталось. Берем прядь, делим на две части и закручиваем до самого конца. Вот так вот. Естественно, если сейчас мы этот жгутик отпустим, то все волосы расплетутся. Поэтому берем утюжок и проходимся по этому жгутику. Вуаля! Ничего не расплетается даже без резинки. По желанию, конечно, можно нанести немного мусса на волосы. Так они будут еще более плотными. Но, в принципе, и без него все отлично держится. Кстати, напишите, нравится ли вам вообще эта тема с жгутиками. На этом все в комментариях. Напишите, какой из лайфхаков, на ваш взгляд, был самым полезным. Ну и, конечно же, ставим лайк, если хотите больше подобных роликов. Подписывайтесь на мой инстаграм. И, конечно же, смотрите предыдущие видео. Всех люблю и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok